Всем постам и маршрутам, кто работает в Сураве, УДАЛ-21 преследует аномарку темного цвета. Без госномеров. Здравствуйте, в эфире ДПС. Судья Анастасия Бойко. Смотрите сегодня в выпуске. Объезжала собаку, сбила пешехода, повредила цветочный ларек, что стало причиной нелепого ДТП. Меньше снега, меньше пробок. Новосибирцы жалуются на плохую уборку улиц. Новый срок для уплаты штрафов. В каких случаях могут продлить скидочный период для нарушителей? Об авариях, которые произошли в регионе с 23 по 25 ноября, расскажем в сводке. Мужчина на мазде Дэмио не успел остановить автомобиль перед женщиной, которая начала пересекать проезжую часть в запрещенной зоне. Пострадавшая нарушительница получила травму головы. Владелец Ниссан Сирена поспешил проскочить в пешеходную зону, поэтому не остановил авто перед 13-летним мальчиком, который находился на середине дороги. У ребенка сотрясение головного мозга. Автомобилистка на Рено Меган нарушила правила проезда пешеходного перехода, когда выезжала с Кошурникова на Красино. Под колеса седана попал 21-летний юноша. Пешеход получил рваные раны и ссадины. Молодая автомобилистка на Опеле ехала на высокой скорости по улице Выборной. Внезапно на проезжую часть выбежала собака. Дама попыталась объехать животное, но не справилась с управлением. Астра сбила пешехода, который стоял на автобусной остановке возле киоска. Иномарка продолжила движение и врезалась в цветочный ларек. Продавец из этого киоска получил многочисленные ушибы и травму позвоночника. Женщина на Короле выезжала с Лазурной на Волочаевскую, но не пропустила Тойоту Королла Филдер, которая двигалась под аватора в прямом направлении. Грузовик и легковушка не разъехались в Искитимском районе области. Тойота Камри двигалась по технологической дороге со стороны горловского разреза на магистраль Искитим-Гусельникова. Машина выехала на встречку, где врезалась в груженный шахман. У водителя Тойоты скальпированная рана головы и перелом ребер. Три человека получили травму различной степени тяжести в аварии недалеко от села Боровое. Нива-Шевроле направлялась из поселка Прогресс. Водитель выехал со второстепенной дороги на трассу, но не пропустил Ладу-Приору. Пассажирка иномарки получила серьезные травмы в ДТП в Токучинском районе. Не уже установлено, Hyundai двигался по трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий. Водитель выехал на полосу встречного движения, где машина врезалась в газель, а после удара перевернулась. Владец легковушки не смог проехать мимо дальнобойщика, который оказался в беде. Фура съехала на нампучину Бердской трассы, колеса застряли в снегу. Самостоятельно решить проблему водитель не смог. К фаркопу легковушки прикрепили трос, машина начала движение, но канат не выдержал и порвался. Продолжение следует... Из-за теплой погоды в светлое время суток и резкого похолодания по ночам проезжая часть стала местами похожа на каток. Буксуют даже полноприводные джипы. А люди вынуждены ходить по проезжей части. Тротуары замело. Особенно много жалоб поступило от проживающих на Богданах Мельницкого, Никитина и авиастроителей. А больше всего ДТП зафиксировали в Ленинском, Октябрьском и Советском районах. Городской электрички в Новосибирске не будет. Проект заморозят. Федеральные власти не включили сибирский объект в план. Решили потратить деньги на строительство железнодорожных путей в Москве и Питере. Напомню, городская электричка – совместный проект новосибирских властей, РЖД и Минтранса. Предполагалось построить четыре остановочных площадки – Чистая Слобода, Нортмолк, Личиха и Чемской жилмассив. Появление своеобразного наземного метро позволило бы разгрузить город от пробок и обеспечить жителям беспрепятственный проезд в разные точки города. Проект обошелся бы подрядчикам почти в миллиард рублей. С 1 декабря стоимость проезда в общественном транспорте вырастет не только в Новосибирске, но и в Новосибирской области. В Эскитиме цены поднимут на 15%, в Бердске на 20%. Уже известно, сколько составит стоимость единых проездных билетов. Для большинства он будет стоить 1300 рублей, для школьников – 650, а для эскитимских студентов – 850 рублей. Срок оплаты штрафов со скидкой может вырасти на несколько дней в том случае, если уведомление пришло нарушителю с опозданием по вине Почты России. Такой законопроект приняли депутаты во втором чтении. Поясню, если автомобилист не получил почтовое отправление в течение положенных 20 дней, он может обратиться в суд, который продлит срок оплаты. Напомню, штрафы по линии ГИБДД можно оплачивать с 50% скидкой, однако такая льгота не распространяется на серьезные нарушения. Например, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за выезд на встречную полосу и за переезд через железнодорожные пути при запрещенном сигнале семафора. Далее в программе постоянно рубрика «Две беды». В ней мы показываем кадры ДТП, которые произошли на территории всей страны, а затем видеозаписи аварии попали в интернет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Диагностику и устранению дефектов Проведут абсолютно бесплатно Полный перечень иномарок, которые нужно отправить в ремонт, уже сейчас можно посмотреть на сайте Росстандарта Мы когда-нибудь видели летающих оленей? А водитель из Польши видел Рогатый действительно перелетел через капот авто и оказался на противоположной стороне дороги, хотя ширина магистрали составляет почти 7 метров Лесной обитатель появился возле трассы внезапно Увидел машину, бросился вслед за ней по обочине, а затем просто перепрыгнул через седан и отправился во Свояси Кадры полета животного сделала пассажирка авто На этом выпуск завершен Не забывайте присылать записи с телефонов или видеорегистраторов на почту dps.uts, собакамail.ru Адрес указан внизу экрана Для вас работала я, Анастасия Бойко Не забывайте, что дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами До встречи в ДПС на УТС